В этой лекции мы рассмотрим особенности электронной коммуникации. Наряду с известными традиционными устной и письменной формами общения появилась электронная, которая сочетает в себе признаки обеих этих форм. Мы видим и читаем тексты в интернете, но по структуре, по используемым языковым средством, понимаем, что это устное общение. В первую очередь мы поговорим об особенностях неофициального общения в интернете, поскольку это, как и язык СМИ, зеркало основных тенденций развития русского языка. Каковы же особенности языковой организации интернет-общения? Давайте рассмотрим, как они проявляются на разных уровнях. В области фонетики и графики встречаются сочетания кириллицы и латиницы, строчных и прописных букв. Примеры этих явлений вы видите на экране. Повторы букв «прекрасно» с несколькими буквами «с», искажение написания, усечение части слов, «грю», «тока», значение «только», знаки припинания, графические символы используются для выражения эмоций, мимики. Среди особенностей в области словообразования отмечается добавление к иноязычным словам суффиксов и окончаний и использования способов словообразования, характерных для русского языка. Например, «аватарка», «загуглить», «инфа», «коммент», «респектую», «лайтовый». Для электронного общения характерно оказиональное словообразование, то есть создание авторских новых слов по существующим в языке моделям. Словотворчество. Например, «пасхонавтика» образована от слов «пасха» и «космонавтика». Патриот от слова «путин» и «патриот». Аббревиация, то есть образование слов из начальных букв какого-либо словосочетания или предложения. ППКС, подпишусь под каждым словом. В области морфологии наблюдается адаптация иноязычных слов к морфологической системе русского языка. Так происходит, например, изменение рода у имен существительных. Резюме, резюм, резюма. В области лексики встречаются жаргонизмы, например, нормалек, клево, иноязычная лексика, найс, разговорные просторечные слова, типа, прикольно. В области синтаксиса – конструкции, характерные для разговорной речи или экспрессивной конструкции. В интернет-коммуникации наблюдается нарушение пунктуационных норм, которое проявляется в неграмотной и нестандартной постановке знаков припинания. Одним из распространенных явлений в интернет-коммуникации стало использование мемов. Это информация, которая получила популярность, она передается пользователями друг другу. Эти единицы, ссылки, тексты, картинки могут состоять только из одного слова «привет», фразы, автор ржет, мышь крадется, но, как правило, в них сочетаются вербальные и невербальные компоненты. Если говорить о литературном стандартном языке, то, безусловно, в условиях электронного общения он портится. Здесь встречается большое количество ошибок, но изменение языка под эти условия необходимо, считает Максим Анисимович Крангауз. К языку электронных средств коммуникации относится и язык сообщения в мессенджерах. Большинство особенностей, характерных для интернет-коммуникации, присущие и такому общению. Но важно отличать неформальную переписку и деловую. К сожалению, сегодня многие нарушают нормы делового письма при электронной переписке. В частности, когда осуществляется переписка без обращения к адресату и без подписи адресанта, то есть без этикетной рамки письма. Деловое письмо всегда нужно начинать с приветствия и персонального обращения. Это не только проявление вежливости, но и гарантия для получателя, что письмо адресовано именно ему. Очень часто письмо начинают просто со слова «здравствуйте» без обращения и заканчивают без подписи. Любимое многими выражение «доброго времени суток» используют, потому что не знают, когда адресат прочитает письмо. Но с точки зрения норм это не совсем корректная формулировка. Лингвисты говорят о том, что обычно этикетные формулы приветствия включают существительные в именительном падеже «доброе утро», «добрый день», «добрый вечер». И, прощаясь, говорят, например, «счастливого пути», «удачи», «спокойной ночи». То есть такая формула «доброго времени суток» расшатывает нормы русского этикета и скорее соответствует по форме «прощанию». Жорганизмы, разговорная лексика не должны присутствовать в деловом письме, неуместны в деловой переписке и смайлике. Мы рассмотрели особенности языка электронной коммуникации, некоторые нарушения этикета делового письма, которые встречаются наиболее часто. Пожалуйста, пройдите тест после лекции, чтобы проверить, как вы усвоили тему. Субтитры создавал DimaTorzok